Угрожают ножом, избивают и ведут грязный бизнес. В Покровке появилась банда малолетних хулиганов, которые терроризируют детей и взрослых. Местные жители говорят, что управы на компанию не найти, а один школьник уже оказался в больнице после встречи с подростками. Лилия Мешалкина с подробностями. Один смотрит, другой снимает на камеру, третий лупит школьника несколько раз по лицу. Может показаться, что это типичная разборка подростков, если не знать, что эта самая банда уже не первый раз нападает на прохожих детей. Родители школьников Покровки обратились в полицию. Неуправляемые мальчишки от 15 до 16 лет бьют, грабят и издеваются над теми, кто в их компанию не входит. Еще 18 июня в парке на улице Водянникова группа хулиганов избила двух сверстников. Один из пострадавших попал в больницу. У агрессивной компании все по-взрослому. Они называют себя ОПГ Покровки. Промышляют рэкетом, отбирают деньги и электронные сигареты у школьников. А потом их перепродают младшеклассникам. Детскую банду возглавляет бывший ученик 51-й школы. По нашим источникам, в 18 лет он еще учился в пятом классе. В шестой перейти не смог. Врачи поставили ему диагноз, по которому он теперь на домашнем обучении. Остальные участники банды в этой школе не учатся. И нас в школе, и наши дети к этому никакого отношения не имеют. И подобных случаев не было? В школе подобных случаев нет. За поведение подростков на улице мы отвечать не можем. Жители домов напротив 51-й школы говорят, что конфликты действительно были. Но сейчас все стихло. Конечно, конфликты были страшные. И мешали спать, и все, и устраивали. Я даже в милицию несколько раз звонила, чтобы разгоняли. Сейчас, слава богу, такого нет. В соседней, 153-й школе, тоже подняли шум из-за хулиганов. Учителя даже проводили воспитательные беседы с детьми, чтобы обезопасить их от встреч с дворовой ОПГ. По непроверенным данным, часть опасного коллектива обитает именно здесь. В 153-й школе нам отказались комментировать этот инцидент. Однако, ученики, которых мы здесь встретили, узнают тех подростков с видео. Более того, это далеко не первый случай издевательств над учениками этой школы. Это школьники из этого учреждения? Ты их знаешь? Да. Мы стояли с другом, разговаривали на арт-объекте. И они подходят, начали щелкать насадкой от зажигалки, газового баллончика. И начали угрожать потом ножом. Матерились и говорили, уходите отсюда. Где-то в тех домах, мы шли по переулку, к нам подходит человек 3-5 где-то. В общем, говорят, открывайте карманы, доставайте деньги. Ну, потом какая-то тетенька подошла и отогнула их. Ну, одного из них я знал. Это Олег был. Его, по-моему, в другую школу какую-то специальную перевели. В сети красноярцы реагируют на компанию агрессивно. Предлагают сама суд над ОПГ. Ищут участников, чтобы отомстить. Другие считают, что это не метод. Ведь жестокости дети уже научились. И без помощи взрослых. Хулиганами сейчас занимается полиция.